Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое агрессивное видео. Агрессивное означает интро с черным лебедем в начале выпуска, как же я за ним скучал. А причин для агрессии у меня сегодня хватает, давай их обсудим прямо сейчас. Почему рынки падают? Не только биткоин, эфириум и альткоины, но также и фондовый рынок тоже. Как они манипулируют нами? И самое главное, окажется ли 2022 год таким же, как и 2018 для криптовалюты? Многие говорят об этом и опять звучат прогнозы от 15 до 24 тысяч долларов за биткоин. Сегодня мы попробуем разобраться в этом. И если тебе по душе такой контент, почему бы не подписаться на канал и не поставить лайк? Это помогает каналу развиваться, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Давай наберем 8 тысяч лайков. Большое спасибо за твою поддержку. Итак, начнем с этой статьи. Я перевел ее на русский, поэтому она немножко корявая, но основной смысл понятен. Биткоин, эфириум и большинство альткоинов падают сегодня. На это есть одна большая и несколько менее больших причин. Некоторые из этих причин почему-то пугают людей, хотя с моей точки зрения они наоборот доказывают, почему мы должны покупать криптовалюту и верить именно в децентрализованные сети. Это глобальные события, плюс игры китов, плюс комментарии ФРС США. Совокупность этих факторов для кого-то выливается в падение рынков, а для меня в большие возможности уже сегодня сделать шаги, которые приведут меня к еще большему преумножению моего состояния спустя очередные три года. Это повторение марта 2020, как по мне. Конечно, ты вправе поступать абсолютно так, как хочешь, продавать или покупать сейчас. Я же следую своей стратегии, о которой не раз рассказывал. Я фиксирую прибыли на растущем рынке и подбираю за счет этой прибыли монеты на падающем рынке. Итак, председатель ФРС США Джером Пауэлл намекнул, что официальные лица могут придержать программу сокращения закупок активов на рынках из-за нового варианта коронавируса, который уже начинает распространяться в США. Именно эта неопределенность будущего и влияет на хаотичные и эмоциональные решения инвесторов, особенно новых инвесторов. Инвесторы гадают, изменят ли теперь свои планы ФРС по сокращению закупок на рынке с полным завершением закупок в марте или июне 2022 года. Огня добавляет и новости о том, что китайский застройщик Evergrande снова пропустил выплаты по своим долгам. При этом, как написал Джером Пауэлл, опасения перед новым вариантом вируса могут повлиять на желание людей работать очно, что может привести к замедлению прогресса на рынке труда и усугубить сбои в цепочках поставок в экономике. Исходя из этого, мы можем предположить, что из-за нового варианта вируса печать денег продолжится, а ФРС продолжит закупать активы на рынках. И мы снова увидим рост этих активов. Однако на данный момент инвесторы избавляются от активов, потому что не понимают четко, что именно будет происходить дальше в денежно-кредитной политике федеральной системы. Вот, собственно, что и происходит на рынках прямо сейчас. Эту неопределенность умело используют средства массовой информации, точнее те люди, которые через СМИ транслируют необходимый для себя нарратив. На данный момент этот необходимый нарратив заключается в том, чтобы вытрясти с рынков побольше людей, тем самым значительно снизив цены на активы, в том числе на биткоин и криптовалюту. Я приведу всего лишь пару примеров, которые нам могут быть интересны, ведь недавно мы покупали и Vulcan Forget, и Solano, и Polygon Matic. Хакер украл 140 миллионов долларов с игровой платформы Polygon, торговой площадки NFT Vulcan Forget. Забавно, да? Что такие статьи появляются именно в такие моменты, когда все и так падает. И это далеко не совпадение, по моему мнению. Ведь необходимо создать максимально глубокое падение, только так делаются огромные деньги теми людьми, которые имеют влияние на глобальные СМИ. Имел бы я влияние на СМИ, делал бы абсолютно так же. Признаюсь честно. Solano страдает от DDoS-атаки, а пользователи жалуются на глобальный сбой всей сети Solano. Этой новости всего лишь 4 дня, но нарратив мейкеры на этом не останавливаются, и уже сегодня вдогонку добавляют и это. Сеть Solano снова затормозилась и еле-еле ползет вместо того, чтобы быстро работать. Опять же эти новости выходят тогда, когда Solano и так падает. Мне кажется, что иногда падение и такие новости являются скоординированной акцией. Люди, которые и так уже напуганы, могут просто взять и продать все в минус, только увидев такие заголовки. То есть, практически они сделают то, что от них и просят через эти заголовки. Кстати, раз мы уже заговорили про Solano и косвенно Polygon, хочу показать тебе несколько графиков, касаемо этих двух сетей. Во-первых, и Solano и Polygon чувствуют себя, несмотря на падение крипторынка, отлично, фундаментально. Точно так же, как и биткоин и эфириум. Мы видим, что у Solano около 180 тысяч дневных активных пользователей. Polygon же обогнал ее и на его счету около 270 тысяч дневных активных пользователей. Где дневной активный пользователь – это человек, который за день хотя бы один раз отправлял транзакцию с помощью сети Polygon или Solano. Фундаментально ничего не изменилось и даже улучшилось. Рынки не любят неопределенность, которая на краткосрочной перспективе может вызывать необоснованное расхождение между ценой и фундаментальными показателями. Фундаментально для биткоина ничего не изменилось, только лишь цена стала более привлекательной, чем несколько недель назад. И теперь логично задать вопрос, а будет ли 2022 год таким же годом падения, как 2018? Ведь об этом, кстати, сейчас очень много говорят. На самом деле, если сравнивать предыдущие циклы и сегодняшний, цикл, то мы увидим, что практически все условия для продолжения булрана мы нарушили. Мы говорили, что для того, чтобы булран продолжался, мы должны удержаться выше этой желтой логарифмической линии. Так, например, когда эта линия стала поддержкой в 2013 году, нас ожидал вот такой взрывной рост. Точно такой же взрывной рост произошел и в 2017, после того, как эта желтая линия стала поддержкой. Но, как только мы ее пробивали, например, вот здесь и вот здесь, нас ожидало затяжное падение. Кроме этого, мы говорили о том, что для продолжения был рано необходимо, чтобы эта красная поддержка оставалась поддержкой. После ее пробития в двух предыдущих циклах мы всегда наблюдали ретест, который был неудачным, после этого было падение здесь. И здесь было точно так же. Пробили, ретест, падаем дальше. Теперь смотрим, что происходит в текущем цикле. Мы сделали абсолютно все то же самое. Эта желтая логарифмическая линия не удержалась в качестве поддержки вот здесь, и мы ушли ниже нее. Также мы пробили и эту глобальную линию поддержки этого цикла, но еще не возвращались на ретест этой линии. Кроме этого, и индикатор PI Cycle Top показывает, что вершина этого цикла уже была в мае этого года. При этом в прошлые разы, как ты видишь, этот индикатор показывал вершины тогда, когда цена биткоина достигала верхней границы этого логарифмического канала. На этот раз мы ее еще не достигли. Будет интересно в ближайшее время увидеть ретест этой линии поддержки, которая тянулась с марта 2020 и только сейчас была пробита. Самое интересное в том, что чем дольше мы будем торговаться в боковике, тем выше будет цена этой линии. То есть, если сейчас мы уйдем на ретест этой линии, то это будет около 70 тысяч долларов. Но если мы это сделаем в мае 2022, то это уже будет больше 100 тысяч долларов. Понимаешь, о чем я? Поэтому именно так мы и можем добраться до 100 тысяч долларов за биткоин, даже уже будучи ниже этой линии поддержки. Также в конце декабря, в отличие от двух предыдущих циклов, мы так и не увидели тот самый Blow of Top, ту самую взрывную вершину. Такого мы здесь не видели пока что. Обычно именно так и заканчивается Bull Run. Поэтому вполне возможно, что что-то подобное мы увидим в 2022, весной или летом. Также в прошлых циклах были совершенно другие условия. Как минимум, не было рекордной за 40 лет инфляции, которая буквально уничтожает веру людей в свои сбережения и побуждает их искать способы сохранить свое благосостояние. Хотя бы сохранить свою покупательную способность. Я уже не говорю про умножение своего достатка. Я могу продолжать искать аргументы вечно, но ты и так знаешь, насколько оптимистично я отношусь к биткоину. Причем всегда. В 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Весь этот путь видно на моем канале. 2022 не станет исключением. Так будет всегда. Я останусь с биткоин-оптимистом, даже не обращая внимания на целые хороводы хейтеров вокруг себя, которые создают целые телеграм-сообщества, где поливают меня грязью и обсуждают мой оптимизм. Не просто обсуждают, но осуждают. Вы осуждали меня, когда биткоин стоил 3000 долларов, и осуждаете теперь, когда он стоит 50 тысяч долларов. Вы будете осуждать меня, когда за биткоин будут давать 150 тысяч долларов. И на самом деле странно, как каждую неделю люди говорят абсолютно противоположные вещи. Медвежий рынок, бычий рынок. Цена упала на 10%, все говорят, все это медвежий рынок. Паника. Цена выросла на 10%, у всех айфория, это булран, бесконечный рост. И люди спорят об этом. Вместо того, чтобы увидеть очевидное, мы находимся в суперцикле. Это суперцикл биткоина, на который влияет и ковидная макроэкономика, которой никогда не было в нашей истории, и миллиарды новых напечатанных денег, рекордная инфляция. Также сравнивать 2017 и 2018 с 2020 и 2021 некорректно, потому что два года назад. Вся криптовалютная индустрия сводилась к чему? Это были токены, которые готовились к ICO или которые только закончили ICO. Вот чем являлся крипторынок в 2017 году. Сегодня же выжившие после ICO проекты пребывают совершенно в другом виде. Растут и развиваются до так сильно и быстро, что даже интернет так быстро не рос в свое время. Эти проекты замечает мир. Они уже меняют этот мир. О них даже говорят в Конгрессе США. Криптовалютный рынок и индустрия эволюционировали сегодня настолько, что невозможно сравнивать два криптовалютных рынка образца 2017 и образца 2021. Это абсолютно разные рынки. Ну и на десерте я хочу показать тебе, почему мы выбираем децентрализованные сети, где мы влияем на сеть, а не какой-то централизованный орган. Не сети, которыми управляет централизованная компания. Об этом, кстати, у меня есть видео, где криптоэксперт на слушании в Конгрессе США объясняет это политикам. Вставлю его в конце этого видео. Обладательница Ника Метавес, а-ля Метавселенная, пожаловалась на то, что ее аккаунт в Инстаграме был просто-напросто заблокирован спустя несколько дней после того, как Фейсбук переименовал себя в Мета. И я бы показал тебе эту статью. Но дело в том, что ее закрыли. Даже статью об этом закрыли. Как тебе такая централизация? Инстаграм этой пользовательницы был посвящен творчеству. Она была достаточно известной австралийской художницей. И ей не просто удалили аккаунт за совпадение с новым названием Фейсбука. Ей удалили 10 лет ее жизни и работы. Обычно, если происходит совпадение с уже существующим именем, необходимо просто выкупить на него права. Но в централизованной сети Фейсбука они просто удаляют лишнее, наплевав на все. Они могут просто удалить чью-то жизнь. Вот зачем нам нужны децентрализованные сети криптовалют. И вот почему я никогда от них не откажусь. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Итак, мистер Брукс, давайте отвлечемся от цифровых активов и блокчейна на минуту и обсудим интернет, чем он был, чем он стал и чем он станет. Попытайтесь объяснить это присутствующим здесь политикам. Итак, изначально интернет был предназначен только для чтения и потребления информации. Со временем на него накладывали все больше новых слоев, что сделало его куда более интерактивным. Но вместе с этим он стал и куда более централизованным. Он превратился из Web1.0 в Web2.0. И теперь мы слышим о чем-то под названием Web3.0. Политикам нужно принять природу этого Web3.0. И это слушание организовано ради этого. Расскажите нам о характеристиках Web1, Web2 и Web3. Мистер МакГенгри, спасибо за вопрос. Думаю, очень важно политикам понять, что мы пытаемся здесь построить. Особенностью Web1, если вы помните, являлась возможность смотреть на доску объявлений в саду, с которыми никак нельзя было взаимодействовать, только читать. Словно журнал Times просто показывал тебе статьи, только не на бумаге, а на экране. Инновация Web2.0 заключалась в том, что внезапно ты смог не просто читать статьи, но также и писать их самостоятельно. С этого и началась благосфера. Люди помнят об этом в начале 2000-х годов. Причина централизации интернета заключается в том, что весь этот контент был монетизирован небольшим количеством компаний, Facebook, Google или несколько другими компаниями. Что отличает Web3.0 от Web2.0? Пользователь имеет возможность владеть частью сети. И вот чем являются криптовалюты. Это доказательство владения этой сетью. Поэтому, если ты слышишь, как люди говорят, токены первого слоя блокчейна, ты должен понимать, что это главный токен сети, который является твоим вознаграждением за предоставление услуг по обслуживанию этой сети, а также вычислительных мощностей для ее работы. В интернете Web1 и Web2 эти услуги предоставляли такие компании, как Google. Они и владели сетями. Но сейчас люди сами могут владеть сетями, например, сетью эфириума. Вот зачем существуют криптовалюты. Они позволяют людям прямо владеть сетью с ее нативными активами, что работают в этой сети. И в этом заключается природа децентрализации, когда холдеры токенов являются людьми, которые контролируют активы и сеть. Ладно, токены, или нашим языком цифровые активы, являются ключами для участия пользователей в блокчейне. Опишите нам, как эти цифровые активы впишутся в эту интернет-революцию. Суть в том, что у криптосети есть несколько слоев. Токены слоя приложений в сети, а также токены самого протокола сети. Скажем, я владелец биткоина или его майнер, что добывает биткоины. Биткоин – это награда, которую я получаю за то, что поддерживаю работоспособность сети. Это моя работа и позволяет мне владеть частью сети биткоина. Или же возьмем эфириум. Монета эфириума также предоставляет тебе право на владение частью сети эфириума. Но поверх этой сети строится целый ряд различных приложений, которые используют сеть эфириума практически так же, как приложение в твоем телефоне использует операционную систему телефона. Люди на рынке пытаются понять, какая из этих сетей выиграет и покупает монеты этой сети точно так же, как вы ставите на ту или иную компанию, покупая их акции. Разница в том, что в сетях Proof of Stake ты сможешь голосовать за будущее развития сети. Ты сможешь получать вознаграждения за то, что владеешь токеном или поддерживаешь работу и безопасность сети. Но самое главное, то, что происходит в децентрализованной сети, решается инвесторами. То, что происходит в интернете Web 2.0, решается исключительно компаниями. Гуглом, Твиттером, Фейсбуком и так далее. Итак, давайте проясним, чтобы Конгресс все понял. Все, что движет нас к новому интернету Web 3.0, построено на самом первом слое блокчейна, так? Поэтому нам важно держать руку на пульсе того, куда все это движется, чтобы принимать новые законы для принятия этих новых технологий. Именно. Мистер МакГенри, я думаю, что если вы познакомитесь со всеми проблемами, с которыми сталкиваются технокомпании сейчас, важность криптосетей станет очевидной.